Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Болсыновский, продолжаем дальше. Значит, смотрите. Нам надо будет столкнуться со следующими вещами. Понятно, что здесь Python и Django это однозначно, потому что все остальное мы будем именно цеплять к этому. Python, Django, HTML, HTML мы мало будем касаться, JSON, CSS, jQuery, DOM, AJAX, JavaScript. Значит, HTML это понятно, да, разметка страницы. JSON это формат передачи файлов, который очень хорошо работает Django и вообще очень простой, читаемый как роботами, так и машинами. CSS здесь мы еще добавим Bootstrap. Так как Bootstrap поддерживает и чистый CSS, и GC, jQuery это библиотека, написанная на JavaScript, небольшая, простая, она нам понадобится. DOM это формат документа объект модель. Вот, jQuery ее использует, ну, много кто ее использует. Это очень простая вещь и очень удобная. AJAX. AJAX, мы, наверное, с него и начнем. Это взаимодействие с сервером, да. AJAX, проще сказать, это асинхронная библиотека JavaScript, то есть, которая взаимодействует с сервером. Сам JavaScript, нам надо знать синтаксис, хотя чистый JavaScript мы будем меньше принимать, но все-таки я хочу, чтобы мы в него погрузились. Вот так много. Так, в чем же моя цель? Сейчас написано достаточно книг по всему этому, но, по сути дела, если читать все книги, то уйдет очень много времени. Поэтому я постараюсь рассказать более практично с тех вещей, которые используются. Мы будем и рассказывать, и применять, все делать одновременно. Грубо говоря, услышьте меня сейчас, я хочу помочь вам создать костяк использования этих вещей для Django, чтобы потом куда было наращивать, понимать, как все эти вещи увязываются с Django, с функциями Python. В общем, поехали. Но, прежде чем ехать дальше, нам надо некий помощник. Этот помощник у нас будет Zim. Мы его можем открыть. Я вам сейчас дам сайт. Сайт простой. Zim-wiki.org То есть, здесь есть DOMLAND для Linux, для Windows, для всего есть. Значит, я рекомендую скачать портабли-версию, установить на любой диск, отличный от C, чтобы... Она распакуется просто, чтобы, значит, если система слетит, у вас ваши вики остались. Ну и понятно, что сохранять, значит, на диске отличном от C. Значит, программа очень простая. Она предложит сразу после входа определить директорию. Грубо говоря, создайте у себя на диске D, либо, если вы Ubuntu, там в домашней директории. Файлы программ-файли, Zim, ну и назовите там как-то Zim-база, да. И сохраните сюда свою базу. И вы сможете добавлять, допустим, страницы, подстраницы. И у вас будет потихонечку делаться вики ваша, чтобы вы могли запоминать какие-то отрывки кода, ссылки. Здесь можно прикрепить ссылку, все что угодно. Допустим, можно раз нажал, прикрепил ссылки на страницы. То есть, вам нужен помощник, вы меня услышали. Поэтому сейчас заходим на сайт и скачиваем Zim. После скачивания установки продолжим следующий урок. Я две эти ссылки под видео дам. Нам надо сейчас дальше в Django работать с шаблонами, да. Но, чтобы нам ничего не придумывать, давайте мы сделаем следующим образом. Есть такой сайт. Прекрасный. Значит. Инициализ, короче. Грубо говоря, это сайт, который в себе собирает пакеты джукери, DC, бутстрапа. То есть, по сути дела, мы нажимаем на иконку и смотрим, что нам собрать. Ну, давайте, давайте мы, давайте мы разберемся. Если мы кликаем на одну из иконок, то вот что меняется. Вот кликнули здесь, то нет темплейт. Кликнули здесь, мы видим мобильное. Мы кликаем бутстрап. Мы кликаем бутстрап. То есть, у нас стоит на бутстрап. Здесь пусть стоит на модернизации. То есть, будут определенные скрипты добавлены. Джукери, минималка. Далее. Ну, далее можно уже, ну, возьмем плагин GC. Поставим 404. Что не надо, мы потом удалим. Робус, CS, так оно нам не надо, если у нас нет сервера. По сути дела, главное, чтобы здесь стоял твиттер бутстрап и керри. Ну, и поставим плагин GC. И дом лоад. Все, скопировали. После этого, после этого, возьмите какую-то папку. Любую создайте. Вставляем. И извлекаем текущую папку. Ну, мы сразу можем глянуть. То есть, есть CSS. Ну, потом, что не надо, удалим. Короче, грубо говоря, мы просто берем, копируем всю эту папку, которую мы извлекли. И идем в наш проект. Добавим в наш проект папку. Где мы будем собирать? Мы будем все статические файлы держать в проектах. Но нам надо, вот как, допустим, бутстрап тот же. Зачем нам в каждый файл? Поэтому в каждое приложение заталкивать отдельно. Поэтому мы создадим папку коллег статик. Ну, грубо говоря, что-то вроде коллекции статических файлов. И сюда скопируем эту папку. Как мы видим, у нас появилась вот эта папка. Так, я вот раздумываю, переименовать, что ли, ее. А то потом наберешь эти. И, эн, грубо говоря, прочитать сложно. А набирать вообще. Ладно. Мы, наверное, переименуем. Чего-то попроще. Нет. Пусть остается так. Скопируем. Значит, мы сейчас можем развернуть, посмотреть. Видим бутстрап. Версия 3.3.1. Фонд GC в папке vendor. Мы видим жукери. 1.11.2. Потом мы будем знать, это папка vendor и другие библиотеки жукери. Мы можем сюда загружать, чтобы для себя не путаться в проекте. Плагин GC. Я не знаю, какие здесь плагины, поэтому нам пока они не надо. Но пусть лежат, они есть, не просят, как говорится. Это оформление страницы 404. Нас на первом этапе будет интересовать индекс HTML, который мы переименуем в базы, что не надо удалим. То есть, по сути дела, здесь есть готовая страница, которая уже прописана все мета для HTML5. Грубо говоря, чтобы и бутстрап работал, жукери работал, только нам надо будет подправить пути. Ну, этим мы займемся позже. Пока я закончу урок, проделайте, установите ту программу, зим, да, и скачайте эту вещь. Все, пока.